Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Алексей Душка, я журналист, сегодня у меня в гостях Андрей Сидельников, лидер движения «Говорите громче». Здравствуйте, Андрей. Да, добрый день. Сегодня будем говорить на такие темы. Кремль закручивает гайки россиянам, осенью Россию ждут потрясения и план Путина по Украине. Об этом, обо всем мы будем говорить сразу после того, как ответим на вопросы от наших зрителей. Например, таблица интервью, короткие вопросы, короткие ответы, три вопроса от украинцев, три вопроса от россиян. Начинаем с россиян. Первый вопрос такой. Если нас захватит НАТО, нас сделают рабами? Нет, не сделают. Ну, НАТО не является тем вот этим вот страшилищем, про которое рассказывают в пропаганде российской долгие десятилетия. Поэтому это совершенно не так. Если объективно смотреть на вещи, то, конечно же, Россия вообще должна была вступить в НАТО еще, наверное, в 90-х годах при правлении Бориса Ельцина. Потому что, в общем-то, это не враги. Ни России не враги, ни россиянам. Ну, а сегодня мы видим ситуацию, она совершенно обратная. В общем-то, пропаганда, режим путинский делает все возможное для того, чтобы рассказать сказки о том, что весь мир хочет захватить Россию. Но это совершенно не так. Путин еще главный в Кремле? Да, еще главный в Кремле. Да, главное, как бы не надо надеяться, что он, хоть и в своем безумии, но как-то исключен из принятия решений. Решения принимает он. Да, конечно, под воздействием разных советников, разных людей из ближайшего круга. Но все сложнее принимать решения, потому что изоляция, потому что бункер. Но Путин, да, до сих пор принимает решения. Кто-то еще боится в мире ядерных угроз Путина? Что значит кто-то боится? Весь мир, как бы, получается держит в заложниках, что вот эта старая безумная маразматика может нажать, а может не нажать. Вот эти вот все истории, да, и периодически мы видим в средствах массовой информации, волнами проходят вот такие вот страшилки. Ну, я уже подмолчу про российскую пропаганду, которая просто готовит российское население к ядерному удару. Три вопроса от украинцев. Когда россияне поймут, что воевать дальше бессмысленно? Хороший вопрос на самом деле. Боюсь, могут понять только, когда будет достаточно показана сила, и вот те обратные эффекты, то, что прилетает в Украину в ежедневном режиме, пойдет в Россию. Вот тогда, может быть, и поменяется мнение. Дрова за убитого сына или рыба за убитого отца. Россия нереально таким подачкам рады? Рады, конечно. А что, это же лучше, чем ничего, правда? И каждой мелочи будут радоваться, потому что в основном те, кто получает подобные вещи, живут за чертой бедности и будут довольствоваться любой похлебкой, которая будет подарена, скажу так. А Россия могла бы стать другой страной при президенте Путине? При президенте Путине нет. Невозможно совершенно. И мы, в общем-то, долгие годы правления Путина об этом и говорили, доказывали, показывали. Нет, при президенте Путина другой Россия быть не могла. И, ну, лично мне это было известно уже, там, ну, наверное, звонок последний был, это дело Ходорковского в 2003-2004 года. Хотя до этого было дело Березовского, Гусинского и, в общем-то, предпосылки Курск, опять-таки, когда бросили своих. То есть все прям с самого начала вступления в должность вот этого военного преступника и убийцы, в общем-то, наверное, должно было быть понятно. Это были вопросы от наших зрителей. Теперь давайте перейдем к темам, которые я озвучил в начале нашего интервью. И вот Кремль закручивает гайки россиянам. Сейчас поговорим о персонаже, которого вы не очень любите, а зовут его Навальный. Его приговорили к 19 годам колонии особого режима по экстремистскому делу. Зачем паяют именно это? Зачем вот именно экстремизм? Это для того, чтобы запугать остальных на его примере? Да, конечно, естественно. Это большая волна такого страха должна была пронестись и проноситься. Но здесь, как бы, я, наверное, не говорил бы о кейсе Алексея Навального, который, безусловно, является политическим заключенным номер один и совершенно незаконно осужден и сидит в застерках путинских. Я бы сказал о втором приговоре, который получил Данил Холодный, по-моему, его зовут. Просто работник Навальный Лайф. Человек, который технически... Да, получил 8 лет. Ни за что вообще. Если Навальный является лидером оппозиции, одним из лидеров оппозиции, большой общественной фигуры, значимый, не важно, но известен на всю страну, и, понятно, желание власти такого человека убрать из информационного пространства, да и, мы знаем, его пытались власть и отравить, и убить, поэтому, в общем-то, здесь можно долго рассуждать. Но вот как раз дело Даниэла, ну, оно просто совершенно из всех рамок убивается. Это хороший пример для того, чтобы заткнуть всех недовольных. Потому что, ну, когда просто так, грубо говоря, пожизненные сроки, сроки 8, 10, 20 лет, даются, ну, действительно, нормальный человек задумается вообще, а стоит ли открывать, как бы, вот подавляющее большинство уехавших, они же молчат. Они даже, находясь на свободе, находясь за пределами государства, они продолжают молчать и, в общем-то, не проявляют никакой своей гражданской политической позиции. Это вот эти методы страха запуганы, в общем-то, многие. Я вот давно уехал, и мы проводили много очень мероприятий на Западе, вот в частности в Лондоне. И я помню эти разговоры, когда мы собираем митинг, а даже живущие в Великобритании, в Лондоне, граждане Российской Федерации, мне там в личку куда-то пишут, что они поддерживают, но они не выйдут, потому что у них, потому что справки от посольства, потому что они думают, что их сейчас снимут, на их родственников будет накат. Это были еще те времена, когда было травяное время. Что говорить сейчас? Сейчас, конечно, общество запугано. И запугано как раз подобными приговорами. А вот удивительно, Пригожин, который поднял мятеж, как ни говори мятеж, который шлепнули два вертолета, которые угрожали власти, вот он ничего не получил. А Навальный и его сотоварищ 8 лет. Хлоп. Просто потому, что нет армии у него. Да, просто потому, что Пригожин это все был цирковой мятеж. Это все было, в общем-то, срежиссировано и подстроено. Конечно, вышло из-за рамки принятого плана. Но так или иначе, Пригожин против власти не выступал. Здесь тоже не нужно передергивать. Он выступал против конкретных лиц. Против Шойгу и Герасимова. Против коррупции в армии, которую развели, опять-таки, олицетворяют эти два персонажа. Против Путина он не выступал. И это все было срежиссировано в недрах администрации президента Сергея Кириенко. И согласовано было с Владимиром Путиным. Поэтому сравнивать эти кейсы совершенно невозможно. Если бы действительно Пригожин бы мятеж подобного рода учили, тогда бы могли это рассуждать. Но было совершенно понятно изначально, что такие люди, как Пригожин, выполняют волю своих хозяев. Тогда давайте вернемся к 19 годам и к 8 годам заключения. 19 лет – это больше, чем многим убийцам, насильникам. Все как при Сталине. Вот тогда политические заключенные, это, кажется, 58 статья была, я вообще не помню сейчас, то они были даже хуже на зоне, чем убийцы. Это все к этому идет? Да, конечно, естественно. Но, опять-таки, кейс Алексея Навального знает вся страна, весь мир. А сколько сейчас подобных кейсов у людей, которые не настолько известны, которые вообще неизвестны. У нас сейчас тысячи политических заключенных уже сидит. Да, конечно, не по 19 лет. Там сроки тоже, понятно, что у Навального специфический кейс такой, чтобы, опять-таки, делаются драконовские вот эти сроки для того, чтобы неповадно было остальным вообще даже подумать о том, чтобы выступить или сказать что-то против власти. Но кейсов подобных огромное количество уже. Это действительно не единичные случаи. Так что здесь, ну, просто мы этих людей не знаем. И они не обсуждаются вот на подобных передачах, они не обсуждаются на страницах изданий. Их просто не знают. Это обычные россияне, которые хотят жить в свободной стране, которые выступают против войны. Ну, вот они сегодня получают по полной от власти за свою позицию. Многие российские издания, которые вот еще хоть как-то держатся, они говорят, что осенью Россию ждут потрясения. Почему такой вывод? Потому что тотальная мобилизация планируется, ужесточение закона о дискредитации армии, криминальная ответственность за нежелание идти на войну, умирать в Украину. Это все планируется на осень. Судя по тому, что говорят политики российские. Почему вдруг это все вот планируют в один момент? Такое ощущение, что кто-то что-то почему-то спешит. Почему не вводить это постепенно, чтобы народ, знаете, так, а, ну ладно, ну это потерпим, ну и это потерпим. Ну, слушайте, 20 лет постепенно, потихонечку вводилось, и, в общем-то, знаешь, так подносили к носу определенные органы. Вот, но, ну и как кто-то обращал на это внимание, нет. Уже власти бесполезно, они все прекрасно понимают, что любое их действие не найдет никаких возмущений. Они сделали уже все для этого, чтобы народ не противился, потому что, опять-таки, локально можно там выступать, кто-то будет бороться за свои гробовые деньги, за зарплаты мобилизационные, но, опять-таки, здесь широкие массы здесь не задействованы, потому что все-таки это получается семейное дело, когда кого-то призывают из вашей семьи, но это дело ваших собственных интересов не более того. И мало кому сейчас интересны чужие проблемы, у каждого свои. Так что вот, когда вот приходят, приходили раньше за какими-то категориями, да, но вот эти категории возмущались. А сейчас уже даже это не происходит. Ну, посадили там этих двух девочек, режиссеров, там кого-то еще там со спектаклей, да, вот они сейчас сидят. Ну, что, это вызвало прям волну протеста среди их среды, их коллег нет, и не будет уже этого. И по отдельности прекрасно власть умеет расправляться с каждым, кто не угоден. Поэтому, ну, да, потрясение, я не знаю, значит, потрясение, потрясение, по-моему, уже ежедневно происходит, поэтому, как бы, здесь... Ну, и начнется все-таки осенью, вот тоже, мне кажется, с вами уже тоже обсуждали, начнутся перестановки осенью в властной вертикали, потому что как раз вот этот цирковой мятеж Прибожина вывел так называемую пятую колонну среди сторонников Владимира Путика. Поэтому, как бы, там тоже все непросто. И мы видим сегодня исчезновение каких-то людей, которые были раньше в информационной повестке, а сегодня мы не знаем, где они находятся. Мы догадываемся, естественно, где они. Вот. Но как-то вот пропадают. Ну, и осенью это будет. И перестановки, и отставки, и посадки. Все это будет. Потому что, опять-таки, малибализовывать людей нужно. Как-то группировать и держать в напряжении население необходимо. Ну, и нужно выдумывать все больше и больше и больше разных способов. То, что они сейчас эти законы написали. Так они что? Они писали законы драконовские в ежедневном режиме. Госдура выпускала, штамповала вот эти все законы. Что сейчас случилось? То, что там, допустим, 3-4 закона одновременно пришло с изменением повестки. Ну, ничего страшного, называется. Какие-нибудь еще придумают вещи. Ну, Андрей, можно я с вами поспорю? Я с вами поспорю, потому что законы такие, я вам скажу, драконовские. Как по отношению даже к россиянам. И вот я, конечно, со своей колокольни, но скажу, что в одну корзинку, как там говорят, нельзя класть все яйца, да? И мой такой вариант, что осенью вообще ждут ухудшения. И на фронте, и в России, ну, такое ощущение. И поэтому так решат. Нет, ну, во-первых, это закономерно. Ну, опять-таки, нету обучаемой, уже обученной армии у России, да? То есть нету тоже современного вооружения, да? Вот у Украины, мы видим, сейчас поставки к обещанной не дают, да? И не приходят эти поставки вовремя, когда прогнозируется и предлагается, и говорится, что дадут такое-то количество, а в 10 раз меньше приходит все. Так у России тоже проблемы с оружием, проблемы с людьми. С пушечным мясом проблем нет и не будет. А вот с обученными солдатами и с вооружением проблемы есть. Конечно, осенью будут определенные, там, большие потери, потому что, ну, как бы, все-таки профессионал, каждый должен заниматься своим делом, да? Ну, нет больше России профессиональной армии. И вот там несколько, там, девички какие-то было, так они все уничтожены уже в начале полномасштабного вторжения. Поэтому что здесь можно сказать? Да, ожидается. А потом еще не надо забывать, все-таки август такой месяц в России исторически тоже месяц потрясений. Ну, так, не знаю, так звезды так вот указывают, что каждый год какие-то потрясения, какие-то катастрофы, еще что-то такое происходит. Поэтому еще август не закончился, так что не надо списывать август со счетов. Мы, я думаю, что увидим еще достаточно много разных историй, событий, как рукотворных, так и нет. Давайте поговорим о плане Путина по Украине. CNN недавно рассказала о плане Путина по Украине. Главное – это продержаться до выборов США 2024 года, надеяться, что Байден проиграет США, сократить свою поддержку Украине, тогда США. И что из этого выходит? Вот смотрите, я написал несколько вариантов, давайте с вами их обговорим. Получается, из этого всего, что сказала Синная, но это, кстати, не ново, администрации Байдена явно невыгодно проигрывать войну. Иначе она проиграет выборы. Я правильно понимаю? Логично, скажем так, логично. Хорошо, что они будут делать для того, чтобы эта война не была проиграна? Я бы не сказал, на самом деле, что выигрыш Байдена – это прямо, грубо говоря, панацея, и там все будет продолжено. Если придет администрация республиканская, то это совершенно не означает, что поставки вооружений, поддержка Украины будет прервана. Вот этот нарратив нужно доносить до населения, потому что и для, в первую очередь, для общества западного, потому что все эти рассказы о том, что придет республиканец, мы сейчас не говорим про конкретного фамилия, и сразу, типа, Путин выиграет. Это не так. Не будет администрация республиканская ставить на фашистскую Россию. Здесь тоже нужно понимать совершенно четко и ответственно. Нужно об этом говорить. Не будет этого. Тем более, я можно добавлю? Да, можно я добавлю? Тем более, недавно один из сенаторов, так понимаю, республиканской партии заявил, что удар ядерным оружием по Украине будет считаться ударом ядерным оружием по НАТО, потому что это очень близко. Ну, это тем, кто верит, что вот придет какая-то другая власть, и все изменится. Хорошо, получается, чем ближе выборы, тем больше оружия. Ну, логично было предположить. Хотелось бы тоже это так наблюдать, но выборы вот пока еще не ощущается, предвыборная кампания в Соединенных Штатах, но она уже действительно не за горами, поэтому, в принципе, нужно просто посмотреть на динамику поставок, потому что, опять-таки, в заявленных документах, которые уже приняты Соединенными Штатами, в общем-то, на мой взгляд, неплохой план действий. Однако, опять-таки, видимо, происходит саботаж. Наверняка это и не происходит, и не без участия российской стороны, которая бросает колоссальные сейчас средства на информационную войну, в первую очередь, как раз в Америке и в Европе. Поэтому, в общем-то, вытаскиваются разные мнения разных людей, подпитываются эти люди, и они создают вот эту вот такую вот картинку, которая не соответствует действительности. То есть, по сути, виноваты не кабинет Байдена, а, по сути, виноваты россияне, которые проводят специальные психологические операции, при этом пытаются, конечно, давить на администрацию президента. Ну, я думаю, здесь совокупности все-таки. Если пытаются найти слабое звено, и это звено находят даже, в общем-то, в кабинетах Байдена или рядом с администрацией Белого дома, то, наверное, это совокупная, в общем-то, работа. Хорошо. Выборы в 24-м году, 5 ноября, если не ошибаюсь. Сможет ли российская армия сдерживать вооруженные силы Украины до этого? Нет, не сможет. Нет, не сможет. Совершенно очевидно. Конечно, нам бы хотелось, чтобы контрнаступление Украины шло намного эффективнее, чем мы видим сейчас. Но российская армия не сможет сдерживать, и не нужно об этом тоже, мне кажется, вообще странная постановка вопроса. Этого быть просто не может. Я думаю, что так думает Путин. А, ну Путин может думать все, что угодно. Путин живет в зеркале, в бункере, поэтому логики, ни здравому смыслу, его ни действия, ни ум не поддается. Поэтому здесь мы можем, конечно, долго рассуждать, что в голове маразматика мы можем оказаться совершенно неправы, потому что, действительно, мы-то рассуждаем с точки зрения здравого смысла и логики, а там это совершенно невозможно. Да, вы уже не раз объясняли, что берегут людей, потому что это самая большая ценность для Украины, наши защитники, и поэтому наше наступление пусть даже и замедлилось, но оно идет эффективно. И вот следующий момент. Будет ли терпеть Путин и его окружение аж до ноября 2024 года? Вот такой интересный момент. А у них есть выход какой-то? У них выхода-то особого нету. Ну, сейчас вот проведут эту мобилизацию. Он до сих пор этот миллион-то мобилизовать не может, который еще в прошлом году в указе-то обозначил, понимаете? Поэтому, то есть там только половина нормы-то выполнена. То есть где-то 500 тысяч. Помните, мы когда, мне кажется, может быть, с вами или у вас в программах говорили о том, когда российское общество может вообще взбунтоваться? Ну, я тогда назвал цифру, когда 500 тысяч пакетов этих трупных придут обратно семьям. Вот тогда процесс начнется, потому что сейчас это большое количество, 250 тысяч, безусловно, это большое количество жертв. Но они по огромной стране, 250 миллионов, о, Господи, 140 миллионов, 145 миллионов проживают в России. И вот эти 250 тысяч, они как бы теряются, потому что в одной деревне ночи четверо-пятеро-десять человек. Да, это не там, ну, не процентом соотношения, это где-то 5 процентов какого-то аула. Понимаете? Ну и плюс это 5 миллионов. Это не даёт возможность размучения, это горе только этих семей. А вот 500 тысяч цифра, она как бы такая, на мой взгляд, значимая. И вот переход на эту цифру, когда 500 тысяч фашистов будет уложено, у Кокошина ликвидировано, ну, тогда есть определённая надежда. И то не факт, опять-таки, не факт совершенно, но надежда на это есть. Так что, чем больше фашистов будет уничтожено, тем быстрее закончится война. Да, я помню этот с вами разговор, мы говорили о том, что должны начать умирать, к сожалению, вот так говорить надо, люди из больших городов на войне в Украине. Да, совершенно верно. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, там, Хабаровск, неважно. Да, большие миллионники. Кто мешает им? Должны подыхать как можно больше этих фашистов. Пусть они сейчас набирают мобилизацию, ну, и получат ответку. Ну, а по поводу того, что эффективно руководство армейской Украины, естественно, бережёт солдат и граждан Украины, это здорово и замечательно. Но тогда напомним, как бы, что есть возможности, чтобы прилетало что-то в Москву, как недавно прилетало в Москву-Сити. Может так и случиться, но я хотел бы подчеркнуть, что наш президент Зеленский говорит о том, что, да и командующий заложенный говорит, что нас интересуют только военные цели. Но где российское ППО собьют, не знаю, чей дрон, это уже проблема российских ППО и теми, кто живёт под сбитым дроном. Естественно, логично. Хорошо. Почему у россиян нету возможности, желания или инициативы, чуть не сказал ума, сбежать от мобилизации? Да вот чувствую опять-то меня на как пойдёт. Да тупые, потому что. Потому что тупые. Потому что не понимают. Потому что объясняешь, объясняешь годами. Рассказываешь и говоришь. Но только получается, что они такие все умные, а такие, как я, это городские сумасшедшие. Мы предупреждали обо всём, что происходит. И сегодня, и до этого. Поэтому, да, россияне тупые. Вот можно в заголовок это прям вынести. Потому что иначе объяснить вот это невозможно. Любят сидеть на разных студиях, причём даже те, как уехавшие, так называемые хорошие русские, такие же совершенно, только своя рубашка, ближе к телу. И вот эти все пафосные их речи, о том, как они переживают за этих уехавших, которые бедные, несчастные, не могут открыть банковские счета, которых преследуют. Никто никого не преследует. Если сами тупые, вот какого хрена возвращаются, потом садятся. Спрашивается, это от большого ума, или потому что всё-таки тупые. Ну пусть вот наши зрители сами сделают вывод из этого всего. Давайте следующую тему. Страны НАТО готовятся воевать с Россией. Польша усилила границу с Белоруссией. Также идёт переброска войск в Литве и Латвии с границы с Белоруссией. Эти страны готовы вступить в войну, как мне кажется. По вашему мнению, да или нет? Ну, они не готовы вступить в войну, они готовы отвечать на вызовы, которые уже происходят. Хорошо, что такое отвечать на вызовы? Это не воевать с Россией? Отвечать на вызовы? Это вот когда там два белорусских вертолёта недавно нарушило территориальное пространство Польши. Вот нужно было как бы взять и сбить их. Сбить. Вошёл Вагнеровец на территорию Польши и Литвы. Убить. Убить. Каждого, кто войнёт. Понимаете? Вот тогда, соответственно, это ответы на свои территории. Они защищаются. И не надо без предупреждений. 35-е, да, там, 105-е китайское предупреждение. Не надо нарушать наше воздушное пространство. Нарушили. До свидания. Ликвидировать. Если нападение или теракт произойдёт со стороны Беларуси, то есть условный Вагнеровец или условный человек с безопознавательных знаков, группа людей совершит какую-то диверсию, НАТО будет считать агрессором именно Беларусь или всё же Россию? Ну, конечно же, Россия, но посредством руками Беларуси. Естественно, Республика Беларусь ответственна сейчас тоже. И граждане, между прочим, сейчас Вагнер вербут белорусских граждан, обещая безумные зарплаты, и белорусские граждане записываются в этот Вагнер, спрашиваются, Беларусь имеет отношение или нет? Конечно, имеет. Конечно, имеет. И, соответственно, как бы, ну, тоже нужно понимать, что Беларусь захвачена Россией. Здесь, как бы, опять-таки, как бы вещи. Но ответ-то получится, опять-таки, не Путин в бункере, а те конкретные военные или мобилизованные, которые будут заниматься терроризмом. А группа Вагнера – это террористы. То есть, тоже нужно понимать. За большие деньги, если люди хотят стать террористами, это их выбор. Но они должны быть ликвидированы. Ликвидированы. Никаких судов. Ликвидация. Просто ликвидация. Война придёт в Беларусь, на территорию Беларуси? Да. Да. Да, еще раз да. Так, расскажите, как. Ну, вот Вагнер сейчас, как бы, нападёт, сделает несколько вылазок в Литву или Польшу. Ну, ответит, ответит, как бы, будет. Значит, разбомбят аэродромы эти, значит, эти шахты, которые Путин, там, тактическое ядерное вооружение, значит, тоже будут уничтожены. Будет ли условный какой-то захват Беларуси? Если будет, то как он повлияет на политику, на войну Путина? Захват Беларуси уже существует. Россия захватила Беларусь уже давно. Я, скажем так, о, хорошо, назовем это освобождение Беларуси от России. Войдут польские войска, литовские войска или латвийские войска? На сегодняшний день не готов прогнозировать. Хотелось бы, если честно. Но, опять-таки, если будет, то есть, это не нападение, это, опять-таки, защита. Если белорусские граждане под видом вагнеровцев, под видом кого-либо еще, российских солдат, неважно, зайдут на территорию, как бы, стран НАТО, в данном случае, Литвы и Польши, то, конечно же, необходимо будет проводить специальную операцию для освобождения белорусского народа Беларуси и страны. Да, конечно. И я считаю, что обязаны будут не только Польша с Литвой, но и страны надо подключиться к этому. Это уже совершенно, как бы, другой поворот в нынешней войне. То есть, считаете, что НАТО уже готово к этому? Нет, оно не готово. Еще раз, опять-таки, они же не выстраивают планы нападения. Речь идет о планах защиты. Как бороться с терроризмом? С терроризмом нужно уничтожить. Уничтожить можно разными целями, как бы, возможностями. Это воздушные, соответственно, ракеты, которые полетят на Республику Беларусь, либо же это сухопутные операции. Ну, хотим сказать, наверное, давайте скажем народу Беларуси, что все в их руках. Да, безусловно. Так и было, на самом деле. Конечно, естественно. Так вот, на самом деле, огромное количество граждан Беларуси выступают против войны, помогают Украине. Я это лично знаю. И не только те, кто живет в разных странах по миру, но и в самой Беларуси. Беларусы воюют на стороне Украины. Вот это еще очень важно. Беларусы воюют на стороне Украины. И надеемся, что этот режим тоже рухнет в скором времени. Давайте ответим на второй блиц от наших зрителей. Напоминаю, здесь нужно продолжить фразу. Я собрал все фразы, которые можно разместить под одним слоганом, чего боится Путин. И вот такой первый вопрос, такое первое предложение. Путин боится быть арестованным, потому что... Да, потому что он считает себя владычицей морской и совершенно не понимает уже реальности. Так что он считает, что он действительно делает все правильно. У него маразм. И, конечно, он боится быть арестованным. Более того, потому что понимает, что это приведет к его летальному исходу. А больше всего он боится умереть. Умереть и остаться в истории вот таким главным диктатором за всю историю. Вот он пытается это все внутри переписать. Мы еще об этом поговорим, Андрей. Не спешите. Мы еще об этом поговорим. Следующее предложение. Путин больше всего боится предательства. Кого? Продолжите предложение. Ну, наверное, людей из окружения, которые он все время меняет, потому что он им не доверяет, потому что он боится действительно, что они предадут. Поэтому у него и охрана меняется постоянно. И очень мало людей, которые с ним взаимодействуют один на один. То есть даже не Патрушева, а условного повара или охранника? Охранника он боится больше, безусловно. Потому что все-таки с поваром, если мы берем Пригожина, связывают огромное количество времени. И то, в общем-то... Ну, Пригожин, они каждый раз доказывают... Нет, повара, я имею в виду того, кто готовит ему... А, так там пробуют все. Там он не пробует... Он боится, естественно, от отравления. Там все, там четко, совершенно слаженная система охраны, в том числе и от отравления. Так что он отравления боится, безусловно. Ну да, это мы знаем уже давно. Путин боится услышать это по телевизору. Что его пришли арестовывать? Андрей, большое спасибо за сегодняшнее интервью. Хорошего вам дня. Ждем победы Украины. Спасибо вам тоже. Да, до связи.